МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире «Открытый регион». И сегодня мы будем говорить о том, какие новые информационные технологии стоят на службе у школьников, у педагогов, ну и всех, кто работает в образовании Чувашия. И сегодня гости нашей студии заместитель министра образования Светлана Петрова и заместитель директора гимназии номер 5 города Чебоксары Юрий Михайлов. Светлана Владимировна, в образование информационной технологии пришли достаточно уже давно, и в этом смысле, и в Российской Федерации, и в Чувашской Республике автоматически, потому что программы были, насколько я помню, федеральные, такие целевые. А в чем, собственно, заключается политика открытости современного образования Чувашии? Основной смысл информационной политики в системе образования, конечно, это открытость и доступность информации для всех участников образовательного процесса, как мы говорим. Это прежде всего для школьников, для педагогов, для родителей и для представителей партнеров школ. Новый закон об образовании очень четко, статьей 29, очень четко проговаривает, устанавливает обязательные требования к образовательному учреждению по информационной открытости. школа, детский сад, профессиональные образовательные учреждения теперь обязательно в порядке, на своем сайте должны иметь полную информацию обо всех программах, которые реализуются в образовательном учреждении, о составе педагогических кадров, даже об их квалификации, о материальных ресурсах, о финансах, которые поступают из бюджета и как они тратятся. То есть есть четкие требования к открытости информации, и эта информация, она должна быть обязательно размещена на сайте и обязательно должна быть доступна каждому участнику образовательного процесса. Ну, вот закон вышел, по-моему, в 2013 году. А в Чувашской республике процесс начался гораздо раньше. Да, гораздо раньше. Да, и первые компьютеры сельские школы пришли, даже раньше, чем и городские школы, они пришли в 1995 году. Тогда в рамках информатизации образования Чувашской республики были приобретены целенаправленно компьютеры для школ. Потом начались федеральные проекты, наша новая школа, наша республиканская, федеральные проекты по компьютеризации сельских школ. И таким образом мы, когда начинали, где-то у нас было чуть более трех тысяч компьютеров в школах республики, а сейчас уже их более 18 тысяч. И количество школьников на один компьютер. Да, соотношение тоже очень во много раз изменилось. Если один компьютер, тогда мы говорили, вот еще в начале 2000-х годов, в 2003 году мы говорили о том, что один компьютер на 54 ученика, то сейчас у нас один компьютер на 7 школьников. А в сельских школах даже еще лучше ситуация, так как раньше начали компьютеризацию, и детей там меньше, там один компьютер на 5 школьников. Когда уже начался новый, совершенно новый проект, национальный проект образования, как и в других социальных отраслях, у каждой отрасли свои были проекты, задача была поставлена о том, чтобы для всех школьников был бесплатный, доступный интернет. То есть до этого мы насыщали оборудованием. Но оборудование само по себе, оно еще не позволяло активно, эффективно организовать образование. Тогда задача другая появилась. Бесплатный интернет. Ну и вот, Юрий Иванович, вы активный участник этого процесса. В Чувашской республике появился вначале сайт Министерства образования, который был как бы первым этой истоки прозрачности и открытости, да? И затем образовательный портал, на котором появилось, по сути, поселились все школы, да? Вот как вы считаете, что дали информационные технологии, что дал портал для образования конкретно вот всех школьников республики, всех педагогов? Ну, во-первых, это единое место хранения всех сайтов. Единая точка входа. Совершенно верно. Не нужно школе заморачиваться, где искать провайдера, где размещать информацию. Министерство образования портал организовал, как я помню, в 2008 году. И сейчас все школы республики имеют свои персональные сайты вот на этом портале. Это очень удобно, потому что есть единая схема организации этого сайта. Есть четко выставленные в школах люди, которые отвечают за сайт и наполняют данную информацию. То есть все упорядочено. Ну, фактически с 2008 года услуги электронные, по крайней мере информационные, да? Они у нас посредством портала стали доступны пользователю, наблюдателям, надзирателям, родителям в том числе, да, попечительским советам, различным органам проверяющим. А что тогда пришло вот новое? Юрий Иванович, расскажите, что это такое? Ну, вот что новое у нас в гимназии. Это очень удобно сегодня стало с ведением электронного журнала. Гимназия 5-й с 2007 года лишилась бумажного журнала. Тем самым мы позволили всем нашим родителям, ученикам доступ быстрый с любой точки мира, в любое время. Если ребенок не записал домашнее задание? Совершенно верно. Ребенок не записал домашнее задание. Мама с папой узнают, какое задание было задано, когда нужно это задание выполнить и какую оттенку он еще получит. Кроме электронного журнала мы запустили с этого года систему дистанционного обучения, которое позволяет нам организовать для, как мы говорим, одаренных детей быстрый доступ к той информации, которой нужна ребенку для, ну, скажем так, хорошего освоения. Далее мы даем нашим родителям услугу, связанную с выводом этих уроков в интернет. Вот по-русски говоря, любой родитель может посмотреть урок своего ребенка прямо в прямом эфире. Да, прямо в прямом эфире, если мы данный урок транслируем через интернет. Но это происходит вот в реальности, да? Совершенно верно. У нас это единственная школа вообще в республике? Или кто-то уже пытается в такие взаимоотношения с родителями? Нет, 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 взаимоотношения с родителями. Где-то, наверное, процентов 15 школ республики, это самых передовых, самых инновационных. Это в основном городские, да? В основном, города Чебоксары, Шумерля очень активно у нас работает, Канаш очень активно работает. Вообще по информационным технологиям в целом, по выстраиванию сетей, у нас в передовиках Аликовский район числится. В Аликовском районе каждая школа имеет электронный журнал, и у них нет бумажных журналов. Мы сейчас поставили задачу, как у нас получится, но мы надеемся, что к 1 сентября нового учебного года, 2014-2015 учебного года, почти во всех основных и средних школах, кроме начальных школ, у нас должны быть внедрены электронные журналы. Это значит постоянная доступная информация для родителей. Но я еще знаю, Юрий Иванович, о том, что вот сегодня любую лекцию, любое выступление в классе вашего педагога могут посмотреть общежители Российской Федерации. Вы правы. Мы являемся членами гимназийской России, не только мы, еще 8 школ Чувашии. Мы можем любой урок, любое свое мероприятие вывести на 2200 школ России. Это, ну, конечно, не одновременно. Часто такие прецеденты у нас случаются? Ну, вот в течение этого учебного года мы провели, мы сами участвовали в семи конференциях, сами проводили одну конференцию. Ну, и, наверное, все-таки статус профессиональной подготовки наших педагогов, Светлана Владимировна, достаточно высокий, чтобы транслировать это на всю Россию. Да. Более того, я хотела бы отметить, ведь по результатам мониторинга лучшей школы России, а их всего 500 определили общественники на всю Россию, и 12 школ Чувашской Республики, когда Чувашские Республики вошли в это, 500 лучших, 500 топ-школ Российской Федерации, для нас это было очень приятно, и как раз эти 12 школ, они и очень информатизированы. Оборудование стало намного удобнее для тех учителей, для тех детей, которые с интересом это осваивают. Единый портал государственных услуг тоже является сегментом открытого правительства, да? И что там у нас по части образования? Поставлена задача по выводу некоторых услуг, которые мы оказываем сегодня в системе образования, на российский единый портал госуслуг, на наш региональный портал госуслуг. На сегодня у нас полностью в законченном комплексе только одна услуга – это лицензирование образовательных учреждений. То есть через единый портал госуслуг наши образовательные учреждения подают заявление и получают итоговые документы. В конце 2013-го, в начале 2014-го года на всю республику ввели программу прием заявлений в дошкольные образовательные учреждения. Это очень важный вопрос, долгожданный. Программа позволяет сегодня родителю подавать заявление в пять ближайших детских дошкольных учреждений, и непосредственно родитель сразу видит, в каком детском дошкольном учреждении он может получить. В этом году, в 2014-м году она заработает в полную силу, а до этого она работала в тестовом режиме. И проблем у нас, у наших родителей по… Это та самая борьба с коррупцией. Это чрезвычайно важный момент. Я обращаю внимание радиослушателей и телезрителей, да, потому что все мы хотим бороться с коррупцией, со взятками, с тем, чтобы вот там наши места не занимали, не шли без очереди, а действительно какая-то такая социальная справедливость существовала. Ну и еще один момент я знаю – это отстраивается система записи первоклашек в свою ближайшую школу, да? Как раз в системе программы, общей комплексной программы, связанной с электронными журналами. В той программе нет скуп, вот в большей степени у нашей школы работают по этой программе. Это комплексная программа, которая предусматривает прием заявлений первый класс, формирование, комплектование классов, это информация о образовательных программах, которые реализуются в этой школе, и заканчивая вот электронным журналом, электронными дневниками. Ну и давайте сейчас расскажем, может быть, более подробно, по какие-то конкретные проекты, которые есть в отрасли. Это «Безопасная школа». В течение пяти лет в нашей гимназии реализовывается проект «Безопасная школа», который позволяет по биометрическим данным, объясняет, то есть по отпечаткам пальцев, ребенок оставляет свои данные на нашем сервере. Это дает нам выигрыши, как мы говорим, производительность труда нашего учителя, увеличивает, потому что мы совершенно верно на отметку отсутствия ребенка. И автоматически эта информация переходит к нашим родителям через смс-сообщение. По крайней мере, уважаемые телезрители, рады слушать, такая возможность уже есть. Только в пятой гимназии-то? Или это теперь будет во всех школах? Это, к сожалению, дорогое удовольствие. Я сразу хотела... Которое может тебе позволить только конкретные школы? Да, только конкретные школы. Или какой-то конкретный муниципалитет? Да. Пока у нас в городе Канаше, в третьей школе, есть элементы. На самом деле задача, конечно, она стоит, стратегическая, чтобы все школы имели, особенно в нынешних условиях, когда актуализированы вопросы безопасности, во всех школах иметь такую систему. И в детских садах. А сейчас вот одним из другим элементом безопасности является, конечно, установка видеонаблюдения по периметру школы на улице и по школе, по коридорам. И в школах, это 38 школы нашей республики, уже с прошлого года установлено видеонаблюдение и в аудиториях. Это в тех аудиториях, где проводится единый государственный экзамен. По две камеры в каждой аудитории. А когда ЕГЭ нет, в другое учебное время, эти видеокамеры предоставлены для работы директору школы, для, скажем, проведения контроля за качеством уроков. Это не нарушает прав учителей? Это способствует повышению качества образования для ваших детей? Да, мы считаем, если раз мы говорим об открытом образовании, то мы считаем, что это не нарушает. А вот, конечно, очень многих заинтересовало родителей, чтобы такое же наблюдение было в детском саду. На сегодня в одном из садиков только города Чебоксар по инициативе родителей установлено видеонаблюдение в каждой группе. Опять-таки, я подчеркиваю, это была инициатива родителей. И в основном... В принципе, если родители захотят, они могут, как говорится, влиться в этот процесс самостоятельными средствами. Да, законодательство разрешает. И, Юрий Иванович, я обратила внимание еще на тот факт, что, конечно, вот сегодня все говорят о школьном портфеле, какой он тяжелый. И вот новые технологии пришли на помощь, и сегодня дети в вашей школе, да, они уже не носят учебники. Вы правы, у нас пятые и шестые классы сейчас в школу ходят ритбуками, то есть это электронная книга, называем электронной бумагой. Мы где-то 8 килограммов сняли... Минус позвоночника и ребенка, да? Совершенно верно, сплетники. Но только с пятого класса. Ну, потому что там начинается больше книг, да? Да, ну, все учебники они держат дома, а в школу приходят только этими ритбуками. Дети стали читать гораздо больше, чем бумажные. С 1 января 2015 года все типографии России должны вместе с бумажным учебником выпускать еще и электронный учебник. Ведь к этому нужно еще добавить облегчение учительского труда в том, что все поурочные планы, по всем темам, по всем классам находятся на российском образовательном портале. Они сконцентрированы по одному адресу, и наши учителя сегодня имеют доступ к лучшим урокам самых высокопрофессиональных учителей Российской Федерации. Ну, это к вопросу о том, что качество образования предопределяет талант педагога, да? И сегодня информационные технологии педагогам дают очень многое, да? Да, очень много ресурсов дополнительных. На начальном этапе учителя этого пугаются, у них некое даже внутреннее сопротивление есть, но со временем... Когда они это осваивают? Когда они осваивают, они... Не могут от этого отказаться. Не могут от этого отказаться. На интересе современных детей к современным технологиям нужно и выстраивать мотивацию. Ну, говорят, что вообще преподавание, вот говорили мне очень школьные психологи, что преподавание должно вообще сегодня в современной школе строиться по другим канонам. Очень важный момент – дистанционное обучение. Вот я знаю, что оно для кого, для чего и каким образом проводится. Ну, самое главное дистанционное обучение сегодня, конечно, это для детей-инвалидов. Опять-таки, это направление, оно началось в рамках национального проекта образования. Сколько у нас школы? У нас сегодня 109 школ Чувашской республики работают в формате дистанционного обучения детей-инвалидов. И все 100% детей-инвалидов, которые раньше обучались на дому, у них не было возможности посещать школу каждый день, они сейчас подключены к дистанционному обучению. Почти 250 человек, да? Почти 250 человек. Но ведь там есть еще и другие школы, дети, те, которые экстерном учатся, те, кто вообще выбирают домашнее обучение, да? Да. Таких уже много? Закон позволяет сегодня детям выбирать самим форму получения образования. Это есть, кроме стандартного посещения школы, это есть формы самообразования, когда родители на себя берут ответственность обучения своего ребенка, а в школу они приходят только сдавать текущие или выпускные экзамены. А они вот так могут за своим классом смотреть удаленно? Да, им в рамках... Если в школе есть в школах? Не во всех школах. Если в школе есть схема дистанционного обучения, а и у родителей, или у ребенка есть оборудование соответствую, они могут подключиться, если это не дети-инвалиды. Но вот у нас много таких детей? Мы были пионерами в этой области. В этом учебном году 7-11 класса у нас перешли на дистанционное обучение по субботам. Дети радуются тому, что получили один дополнительный день домашних условий. Учителя рады тому, что мы перешли на новую стадию освоения знаний и подачи информации нашим деткам. В нашей гимназии, как и во всех школах города Чебоксары, очень популярный сейчас электронный способ оплаты за питание. Родители узнают, насколько потратил ребенок на правильное питание, на правильную пищу. Ну и СМС-сообщение подтверждает о том, на какую сумму он поел. И вообще что он поел. И что он поел. Качественно, либо некачественно. Сколько школ у нас так живет? Таких школ в городе Чебоксары 59, а по республике я знаю... Несколько школ и республиканских, особенно в малых городах, подключились уже к этой системе. И в будущем, мы предполагаем, до конца 15-го года, скорее всего, во всех крупных сельских школах и городских будет внедрена система безналичной оплаты за питание. Ну, это будет очень удобно. Ну и, конечно, не могу не задать вопрос, а какие базы данных в образовательном процессе существуют? Потому что база данных – это очень важная вещь. Это тоже элемент открытости для очень многих сторон. Самая основная база данных – это, конечно, база данных выпускников нашей республики, которой пользуются все выпускники 9-х классов, все выпускники 11-х классов. Это было связано с введением единого государственного экзамена. В этом году еще другое облегчение, связанное с базой данных выпускников 11-го класса. Если раньше мы распечатывали свидетельства о результатах единого государственного экзамена, то с этого года даже свидетельства ребяткам не нужны. Это обращает ситуацию поступления в ВУЗы, да? Поступление в ВУЗы, да. Мы не тратим бумагу, опять-таки. Дети не беспокоятся. По всей стране доступ единый. По всей стране доступ единый. Они приходят в приемную комиссию, в своем заявлении указывают, какие они баллы набрали. Дальше приемная комиссия выходит на единую информационную систему, и действительно подтверждаются те или иные баллы. Очень удобно. А для работодателя есть база? Для работодателя есть база данных лучших. Лучший выпускник, золотой выпускник, по-разному мы эту базу называем. Когда в единую базу собирается информация о лучших выпускниках учреждения профессионального образования. И эта информация передается работодателям. И мы знаем, у нас есть информация, что работодатели выходят сами уже самостоятельно на связь с этими выпускниками. Этот проект начинался как Чувашский и перерос, я слышала, в какое-то даже российское направление. Ну, наш проект, он не интегрирован, просто много регионов подхватили. Подхватили, и в регионах есть такие базы. У нас есть проект «Одаренные дети», а сейчас она является федеральной. Я не могу сказать, что Россию у нас подхватило, просто на уровне России тоже принята концепция поддержки талантливых детей. В общем, есть та информация, которая и помимо СНОУ ДНОГА очень полезно распространять в социуме, да? Потому что своими талантами, наверное, и вся республика призвана гордиться. Мы забиваем туда достижения наших школьников уже в федеральную базу данных. Как много таких наших детей? Ну, в этой базе данных, это уже такие звездочки, изюминки, где-то информация более тысячи школьников Чувашской республики. Туда заполняется информация, так называемая, сертифицированная, официальная. Вы уже сказали о том, как, вероятно, повлияло внедрение информационных технологий на качество образования, если мы попали в такой престижный российский список, да? А вот каким образом информационные технологии помогают повышать образование учителей? Да, это очень важный фактор, важное направление информационных технологий. И поэтому на сегодня, можно сказать, и на Всероссийском образовательном портале, и на нашем портале образования в Чувашии есть вся необходимая информация, весь массив информации для повышения квалификации учителей. Ведь сегодня замечательно, не обязательно ходить к коллегам, да, на урок. Можно это делать вообще виртуально или вообще в записи. Все есть в интернете. И наш институт образования, который занимается повышением квалификации учителей, часть уроков, часть занятий они перевели также в дистанционную форму. То есть учителю теперь не нужно... Вот не командировочный, не выезжай, да, в удобное для педагога время. Да, это очно-заочная форма мы ее называем. Мне кажется, это колоссальный вообще рывок в образовании. Учитель появляется в очной части, а заочную часть выполняет самостоятельно через дистанционные задания. Очень удобно, очень эффективно. И мы полагаем, что в будущем дистанционное образование учителя – это одно из самых таких эффективных, которые дают хорошие результаты для всей системы. Для деток же самое главное. От педагога по-прежнему все еще очень многое зависит, да, уважаемые родители? И сами педагоги, да? Правильно. Ну, я радуюсь тому, что все-таки зарплату повышают в отрасли, к тому, что все-таки талантливая молодежь приходила в образовательную систему. Это очень важно, информационные технологии, вероятно, тоже этому способствуют, да? А вот, завершая нашу программу, я задам все-таки такой вопрос. Чье образование в мире лидирует по части открытости, по части внедрения новых технологий? Все-таки там, на том самом Западе или уже в Российской Федерации? Ну вот, по информационным технологиям мы отставали. Было время, когда начиналось, 90-е годы, да, действительно, компьютер чуть ли не был диковинку, скажем, в российской школе. Сейчас мы... Это уже не можем говорить. Мы уже не можем говорить. Мы сейчас на уровне, скажем, общей Европы, потому что у Европы эта проблема тоже есть, особенно это связано с миграцией большой. Европа все-таки принимает много мигрантов. И компьютеризация, информационные технологии для школ у них проблемы тоже есть, они также решаются, скажем, главное. Я читала, что даже порядка 30% школьников в Евросоюзе не имеют доступа к компьютерным технологиям, да? Это, безусловно, скажем, известная информация. Мы говорим о том, что сегодня каждый школьник Чувашской Республики Российской Федерации имеет доступный интернет, имеет компьютер, если не дома в школах, да и почти 100% городских школьников и 80% сельских школьников нашей Республики имеют дома компьютер. Вот в образовательном процессе теперь не только компьютер в школе, еще и компьютер домашний, еще и компьютер учительский. 65% учителей у нас имеют рабочие места в школе и 100% почти имеют учителя сами дома компьютеры. Поэтому это очень сильное, мощное развитие в последние годы получили. Ну и двигаемся в правильном направлении, потому что есть такая концепция, что в 20-х годах этого века, 21-го века, 90% профессий, они будут в основе иметь требования, знания, владения информационными технологиями. Ну что ж, я благодарю телезрителей и радиослушателей за внимание. Я надеюсь, что мы сегодня показали, что такое открытое образование Чувашской Республики. И искренне желаю от всех гостей нашей студии сегодня пятерок, пятерок или там уже десяток, или 100 баллов по всем технологиям, которые там возможны, нашим детям. И больших успехов педагогам, конечно. Дети — это будущее нашей страны, и, конечно, мы все от этого зависим. Всем удачи! Гостям спасибо!